Музыка Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июля, и наша тема сегодня — ответственность говорить о Боге. Вас когда-нибудь просили говорить на публике, проповедовать, делиться свидетельством? Вы ощущали легкую дрожь, когда делали это впервые? Вы нервничали? Это нормально. Даже апостолу Павлу довелось это пережить, и он пишет об этом в Первом Послании Коринфянам 2.3. Он говорит Коринфянам, «Когда я был у вас, то был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Слово «трепет» — греческое слово «тромос» — описывает человека, который дрожит физически. И Павел написал, «У меня была дрожь, когда я стоял перед вами». Это был момент, когда Павел понял, что у него должна быть Божья сила, или будут проблемы. Ему действительно было необходимо, чтобы пришла Божья сила, иначе он попал бы в неприятную ситуацию. Если вы ощущаете легкую дрожь, когда делитесь свидетельством, не удивляйтесь. Я хочу, чтобы вы знали, Божья сила придет независимо от того, что вы чувствуете. Божья сила приходит, когда люди ощущают свою слабость. И Божья сила придет к вам. Подумайте об этом сегодня. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на Ютубе. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Благая Весть» онлайн. И для того, чтобы не пропустить ни одно видео, которое мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой Весте» онлайн. Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю в вашу жизнь мир и благодать.